Сегодня наш обзор будет отличаться от своих предшественников. Здравствуйте, меня зовут Кирилл, это выпуск Лаборатории ОН. И по-новому рассмотреть Nokia Lumia 610 нам поможет менеджер по продуктам компании Nokia Евгений. Здравствуйте, Евгений. Привет, Кирилл. По традиции начну с технических характеристик. Процессор здесь с тактовой частотой 800 МГц, оперативной памяти 856 МБ. Управляется аппарат операционной системы Windows Phone 7.5 Mango. У меня такой вопрос, Евгений, а вот такие характеристики, о которых я сейчас говорил, позволят ли аппарату работать достаточно оперативно? Да, Кирилл, на самом деле операционная система оптимизирована под это железо, никаких проблем с работы, скорости не будет, безусловно. В целом операционная система считается довольно быстрой, например, в США, даже и в России, и в других странах. Мы проводили специальные соревнования, где мы других людей с другими аппаратами на других платформах просили проверить, чей смартфон на самом деле быстрее. В большинстве случаев мы выигрывали, в интернете есть ролики, можете посмотреть, довольно интересно. И нужно отметить, что для Lumia 610 в скором времени в этом году будет доступно еще обновление Windows Phone 7.8, где сильно довольно обновится, например, стартовый экран, появится новый вид тайлов, так называемых вот этих вот плиток. Еще некоторые новые, как со стороны Nokia приложения обновления появятся, так и со стороны Microsoft. Прекрасно, вот до чего дошел прогресс, люди уже мерятся скоростями своих смартфонов. Рассмотрим меню приложений теперь поближе. Ну, что стоит сказать, что набор приложений достаточно стандартен, но даже в стандартных приложениях есть что-то нестандартное. И, в частности, хотелось бы у Евгения поинтересоваться, чего такого особенного в картах Nokia? Ну, карта Nokia – это наше эксклюзивное приложение, которое вы можете встретить только на наших аппаратах, на этой платформе. И кроме стандартного функционала, как навигация, голосовые подсказки, пробки – это все присутствует. Здесь также есть уникальная особенность. Например, у вас есть возможность скачать карту по Wi-Fi на свой телефон, и когда вы отправляетесь, например, в Европу, вы можете заранее побеспокоиться об этом и уже в Европе не тратить интернет-трафик. Также компания Navtec, которая входит в группу Nokia, которая, собственно, занимается сбором информации по картам, предоставляет нам эти карты. Они довольно оперативно нам эту информацию предоставляют. У нас есть в картах как автомобильной навигации, так и пешеходной навигации. То есть буквально, если вы стоите на одной стороне парка, и вам нужно попасть на другую сторону парка, он вас отправит через парк, а не в обход. Главное, чтобы не ночью. Шоссе нет. Через парк страшновато. Да. Но, тем не менее, это очень удобно. Еще мы привыкли, ну, лично я, по крайней мере, точно привык, что плеер в Lumia не просто плеер, а это некий набор полезных функций, который называется музыка Nokia. Евгений, что же может вот это вот замечательное приложение? Ну, как всегда, здесь есть некий стандартный функционал, то, как покупка альбома, либо конкретной какой-то песни, вы можете это сделать в этом приложении. А также есть какой-то эксклюзив, да, то, что мы принесли в Lumia, то, чего нет у наших конкурентов. Например, здесь можно, есть возможность прослушивать специальные плейлисты, которые подготавливают наши команды. То есть, если вы поклонник рока, вы можете зайти и выбрать плейлист рок-60. Ну, то есть, либо, например, для девочек, там, если тебя бросил парень, то такие грустные песенки, да, там какие-нибудь? Грустные песенки тоже возможны. Там есть наверняка какой-то подобный, да, такой плейлист. И второй функционал, если вы поклонник какой-то группы, вы вводите эту группу, и на основе ваших предпочтений он составляет вам плейлист из 25 композиций, которые вы можете прослушивать также. Ничего себе, как удобно. Но самое интересное, что, например, вот эти плейлисты вы можете скачивать и потом в метро, либо в транспорте, где угодно, в самолете, их прослушивать офлайн. Помимо деловых вопросов, которые позволяет решать Nokia Lumia 610, я сейчас говорю про приложение Microsoft Office, которое позволит вам работать с офисными документами. Есть, и, конечно же, развлекательное приложение, которое стандартно для Windows фонов, это Xbox Live. Евгений, скажи, пожалуйста, что позволит делать вот это приложение Xbox Live заядлым геймерам? Ну, ты правильно отметил, что это, на самом деле, стандартный функционал этой платформы. Xbox Live — это приложение, в котором объединены все твои игры. Единый такой портал, да, откуда ты их можешь все посмотреть, поиграть. Кроме этого, здесь ты можешь подключить своего аватара, так называемого, из Xbox 360, да, там как-то его одеть, раскрасить, добавить своих друзей сюда и с ними общаться, переписываться. И также, естественно, конечно, онлайн-игры тоже здесь подпис, присутствуют. И, наверное, последнее, что стоит здесь отметить, здесь есть, ну, некий такой хаб новостей, где ты можешь читать также последние новости, какие игры новые появились, какие-то еще видеообзоры смотреть и так далее. Ну, то есть, иными словами, те, кто играет на своем аппарате, не будут зацикливаться лишь на этой игре, а могут еще и, так сказать, мир посмотреть и себя показать. Конечно же, один из самых главных страхов людей, которые собираются приобрести себе Windows Phone, это то, что операционная система достаточно молодая, и поэтому на ней вот боятся, что очень мало приложений, что вот купил и ничего потом сделать не сможешь. Вот что вообще, как обстоят дела с Marketplace, и что там с приложениями, с их количеством, растет ли оно или осталось неизменным? Вообще, какие подвижки там происходят? Растет очень сильно. Например, сейчас у нас больше 100 тысяч приложений уже в Marketplace. Напомню, что когда мы запускались, это было в декабре прошлого года, и тогда было только 60 тысяч, да, то есть довольно быстро растет магазин приложений, в том числе и российских приложений. Сейчас вы уже можете увидеть довольно такую серьезную, внушительную российскую полку, да, с интересными приложениями. Ну, то есть, иными словами, все, что необходимо для обычного пользователя, я говорю там, например, про приложения социальных сетей и прочих полезных плееров и прочее, все это можно спокойно там найти. Безусловно, да, конечно, это все доступно. Еще такой момент. Есть такая тенденция, что производители различных мобильных устройств делают полки, да, для своих приложений, которые адаптированы под конкретное устройство. Есть ли что-то подобное у Nokia Lumia? У нас действительно есть полка Nokia, эксклюзивные приложения, которые мы внутри компании разрабатываем. Среди них приложения, о которых мы уже поговорили, это навигация, это музыка, также там есть приложения по обработке фото, и вот сейчас в августе мы ждем новый пакет приложений, так скажем, для камеры. Например, там будет одно из этих приложений, просто так расскажу буквально в нескольких словах. То есть ты делаешь кадр, четыре человека, твои друзья стоят, нажимаешь на кнопку, значит, сделать кадр, все твои друзья стоят, но один человек закрыл глаза. На самом деле, когда ты нажал кнопку камеры, снять, было сделано пять кадров, и ты можешь нажать на лицо этого человека и выбрать один из более подходящих кадров, где он уже с открытыми глазами. Ну вот такие какие-то приложения, они будут доступны также в нашей вот этой эксклюзивной полке. Вот так вот Nokia позволяет улучшать своих друзей. Даже так вот так вот закрыл глаза, все, поменяли тебе лицо на Халка. Будешь знать, будешь ходить зеленым на фотографии. Внешний вид. Под дисплеем расположены сенсорные кнопки аппаратные. Это шаг назад, возврат домой и поиск. Значит, отмечу, что каемка вокруг дисплея выполнена из такого глянцевого пластика, который издали очень напоминает металл. С торца расположен USB-разъем и разъем для наушников 3,5 мм. На задней крышке, которая матовая, расположена динамик, камера и вспышка. Сбоку расположены механические кнопки регулировки громкости, блокировки дисплея и выключения, и кнопка камеры. Евгений, я знаю, что есть еще цвета, в которых продается Nokia, да? Да, Lumia 610 доступна в четырех цветах. Это традиционный черный и белый, а также, который ты держишь в руках, это розовый, и цвет голубой еще также. При этом голубой и белый задняя крышка у них глянцевая, а у остальных матовая. Да, здесь тоже матовая крышка, все проявлено. Комплектация. В нее входят гарантийный талон и инструкция по эксплуатации. Они вот находятся тут в коробочке. Все аккуратно укладывается. USB-кабель, сетевое зарядное устройство, в которое включается этот USB-кабель. И, конечно же, гарнитура. Ничего не забыл. Все здесь. Сегодня мы рассмотрели аппарат на операционной системе Windows Phone 7.5 из среднего ценового сегмента, и при этом, который приятно выделяется своим интересным дизайном. Евгений, вот что бы вы хотели сказать людям, которые вот сейчас сидят перед экранами и думают, покупать Lumia 610 или не покупать? Ну, я думаю, что это будет правильным выбором. И первое после покупки будет верным перенести контакты, тем более, что одно из эксклюзивных, опять же, приложений Nokia, это приложение «Перенос контактов», которое позволит вам перенести контакты со старого телефона на новый, используя Bluetooth. И, кроме этого, у нас сейчас, если какие-то проблемы возникнут все-таки с настройкой, вы что-то с чем-то не разберетесь, у нас сейчас запускается новый сервис, когда вы заходите на наш сайт Nokia.ru, регистрируетесь, выбираете удобное время, и вам звонит наш специалист и помогает с настройкой телефона. Вот так вот очень удобно пользоваться новой Lumia 610. С вами была лаборатория ИОН и, конечно же, представитель компании Nokia Евгений. Евгений, большое спасибо, что пришли сегодня к нам в гости. Спасибо за приглашение, всего доброго. Смотрите наш новый обзор на канале ИОН Телевизион и, конечно же, вступайте в наши группы в социальных сетях в Facebook и ВКонтакте. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok